Скажите, пожалуйста, какими спиннингами вы ловите тайминя? Очень интересно. Дмитрий, спасибо большое за вопрос. Вопрос, на самом деле, очень интересный. Я забыл про это просто сказать. Я вот с собой это удилище как раз таки и взял. Вот оно. Сегодня кто-то подошел, взял это удилище в руках, потряс и сказал, вот это дрын. Вес не помню, если честно. Расскажу предысторию. Есть такая компания Масканелла. Я думаю, что вы все ее знаете. И там есть директор Станислав Антонович. Он очень большой любитель качественных, хороших снастей. Масканелла в свое время занималась таким брендом, как Lamyglas. И Lamyglas всегда стоял отдельным таким особняком в ряду даже американских удилищ. Сейчас, увы, в связи с тем, что основатель и главный технолог этой компании ушел в мир иной, концепция производства у них изменилась. И удилища, я не могу сказать, что они стали плохие на данный момент, но они другие. У меня конкретно в руках удилища Certified Pro. Так вот, два года назад с присутствующим здесь Вадимом Грушком мы поехали снимать тайменя в Хабаровский край. Попали на дикую сказочную речку, где людей нет, есть медведи, периодически встречаются даже и тигры, много тайменей. Но самое главное, что нет нашего брата, потому что люди портят все своим присутствием даже. Не могу за всех сказать, но очень многие. Мусор там, ну вы сами знаете, бываете на водоемах. Не все имеют привычку за собой убирать, к сожалению. Но это я так просто отвлекся. Так вот, мы попали на эту речку и меня сразу поразило то количество больших именно тайменей, которые там обитают. Но для справки могу вам сказать, что за пять с половиной, можно сказать, шесть дней рыбалки я поймал двадцать семь тайменей весом от семи килограммов и больше. Сказочная рыбалка, наверное, подумайте, да? Да, это действительно так, и там периодически себя щипал, в сказке я нахожусь или нет. Это дичайше интересно, не хочется оттуда уезжать. Но я поймал двадцать семь, а сошло у меня примерно столько же двадцать семь. И все рыбы были крупные, все были семь, десять, пятнадцать, может быть, даже и за двадцать пять килограммов. Один тайменей у меня оборвал. Вы, может быть, даже видели на игрозоме видео с той рыбалки. Еще надо просечь хорошенько. Вы это видели? Так, спокойно. У меня удилище мощное, позволяет вываживать его, контролируя весь процесс. Там, я не знаю, точно за десять килограммов надо ослабить фрикцион, наверное. Ух, смотрите, что творит! Смотрите, что творит! Я ослаблю, пускай бежит. Не, не так сильно. Ого! Ну и куда же ты рванул. Стой! Паровоз! Паровоз! Паровозик! Побежал я, побежал. Я побежал, мужики! Таймень пошел вниз по течению, словно не замечая пытающиеся его сдержать снасти Алексея. Вот это мощь! Удилище с тестом до пятидесяти шести граммов, леска двадцать восемь фунтов на разрыв, а ему хоть бы хны. Будто такие снасти его лишь раззадорили. Там что-то такое за пятнаху. Давай лодку! Оторвал! Оторвал! У меня было удилище Pantoon 21 7 and Health с тестом до пятидесяти шести граммов, с честным тестом до пятидесяти шести граммов. Но потом, как уже я понял, оно было недостаточно мощным для того, чтобы просекать рыбу. И вот с этой проблемой я пришел в офис Москанеллы к Станиславу Антоновичу и говорю, Станислав Антонович, вот прям какой-то капец. Поклевка, подсекаю, несколько раз просекаю, рыба сходит. В чем может быть причина? Ну он сказал, ну скорее всего комель просто недостаточно мощный. Посидел, подумал, голову почесал, встал, пошел, открыл шкаф, который, наверное, несколько лет не открывал. Достал оттуда в полиэтилене вот это удилище, сдул с него пыль и сказал, держи, Алексей, это вот то, что тебе поможет избежать большого количества сходов. Я удилище подержал в руках и понял, что действительно это так. Но позже, когда я изучил особенность конструкции бланка этого удилища, понял в полной мере, почему оно очень хорошо работает именно при такой рыбалке. Потому что Lameglas первым из американских производителей начал изготавливать удилища из двух типов графита в одном бланке разной модульности. Как вы думаете, у этого удилища где высокий модуль графита по длине бланка, а где менее модульный? Высокий комель, менее модульный вверху. Наоборот. Наоборот? Кто больше? Мало модульный вверху. То есть высокий модуль вверху, меньший вверху. Ну вот у нас академик впереди находится, он правильно сказал. Все правильно. Высокий модуль. Высокий модуль упругости подразумевает большую жесткость, меньший вес. И соответственно при использовании высокого модуля графита можно добиться максимальной жесткости комеля. Но при этом меньшая модульность графита позволяет сделать более живую вершинку. То есть посмотрите какой у него интересный и необычное поведение этого бланка. Более ярко выражено это на другом примере. Это вот легендарный Lameglas Certified Pro. Удилища очень давно не производятся. Я их взял именно как из своего домашнего музея. В этом удилище тоже очень много лет. Здесь это более ярко выражено. Здесь вот такая вот живая вершинка. И при этом тоже очень мощный комель с хорошим запасом мощности. Для чего это было сделано? Знаете такую рыбу-бас? Это когда ловите в каких-то стесненных условиях, среди веток. Нужно что-то легкое подать этому басу. Он это дело съедает. И сделать максимально мощную подсечку. И при этом не дать рыбе скрыться в своих подводных лабиринтах. Именно для этого была придумана вот такая концепция. То есть легкую, небольшую приманку вы можете, во-первых, забросить. Во-вторых, прочувствовать ее проводку, правильно анимировать. И в нужный момент сделать хорошую подсечку. Наверное, видели видюхи всякие на ютубе, как ловят баса. Когда клюет бас, подсекают, чуть из катера не выпадают. И вот, чтобы этот эффект как раз таки снизить, сделали максимально жесткий комель, рабочую вершинку. И, собственно, не требуется супермощной подсечки для того, чтобы эту рыбу просечь и победить. Я имею определенный опыт ловли баса, знаю, за что говорю, и это действительно очень удобно. Так вот, касательно тайменей. Вернемся опять к нашим хабаровским баранам. Поехал я на эту же речку, в те же самые места, ровно через год после той поездки. Ловил 6 дней. Как вы думаете, сколько у меня было сходов? Ноль. Ни одного схода. Все, что клюнуло при использовании вот этого удилища, я все спокойно припарковал. То есть, ни одного схода, именно схода, не было. И самый большой таймень весил почти 25 килограммов, 24 880. Поэтому вот таких удилищ мне не хватало. У меня сейчас есть еще одно такое. Это удилище имеет длину 8,6 фут от тест до 49 граммов. И я сейчас себе еще одно перебрал. Оно тоже имеет 8,6 фут от тест до 70 граммов. Вот как раз два удилища для этой рыбалки я себе сделал. Перекрываю полностью всю необходимость. И уже в этом году в Хабаровск собираюсь слетать именно на Таймене два раза. В августе и в сентябре. Может быть, еще во Владивосток слетаю в октябре. Очень интересная рыбалка. Я прямо на Дальний Восток подсел, там здорово. А еще есть там такая рыба, как змееголов. Кто ловил змееголова? Ивашков, не тяни руку, про тебя и так все понятно. Больше никто? Тоже интересная очень особенность. Это уже, наверное, из конструктива катушек. Потому что в ловле змееголова, во-первых, почти невозможно применять безнарционные катушки. Потому что использовать приходится мощные шнуры 60-80 либров. Почему? Да потому что змееголов живет в очень стесненных условиях. Вы все, наверное, бывали на наших лиманах. Видели, как иной раз зарастает травой водная поверхность. Это как вот вышел по лужайке и пошел. Только там это все гораздо более мощное. Там трава другого типа, чем у нас. У нас-то даже, когда щуку там цепляешь, она зароется в траву. И приходится подплывать и вытягивать ее оттуда. А там так не получится. Потому что трава вся очень жесткая. И порой бывает, клюет змееголов на 2 килограмма. Его засекаешь и вытаскиваешь вместе с ним килограммов 15 пучок еще травы. Поэтому там только мощные снасти, мощные шнуры. Обязательно мультипликаторные катушки. Удилища с тестом до 150, до 200, даже до 300 граммов используют. Но при этом приманки, плавающие силиконовые лягушки, они весят в среднем от 10 до 20 граммов. И при всем при этом, я имею очень хороший уже опыт на данный момент ловли змееголова, я спокойно забрасываю вот этим дрыном неприподъемным эти лягушки за отметку в 50 метров. Улетают на большое расстояние. Есть! Ого! Стой, 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 стой! Огромный! Огромный! Стой! Ого! Ого! Вот это монстр! Ого! Это огромный змей. Рыбина, не сойди, пожалуйста, пожалуйста, не сойди. Стой, Рыбина, стой, стой, не сойди, я тебя умоляю, тихо-тихо-тихо, тихо-тихо. Я его даже обхватить не могу, вот он. Есть! Это тот случай, когда бросает не палка, а катушка. Я вот с собой взял специально катушечки из своего личного арсенала. Вот новая Риога. Все в штатном исполнении, я здесь никакого тюнинга не делал. Очень хорошо раскручивается барабан, вот здесь, кстати, намотан 60-либровый шнур, и как раз вот после Змееголова я больше ничего этой катушкой не ловил. Ну вот, собственно, такая вот небольшая катушка отправляет лягушку на очень значительное расстояние. Пока я не отошел от темы удилищ, если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, задавайте. Из азов хотелось бы, что такое бланк, что такое комик, чтобы разъяснили, а то путаем себе так. Смотрите, здесь все довольно-таки просто. Сердце удилищ – это бланк. Бланк – это как раз-таки несущая основа вот это самое изделие из углепластика. То есть, вот все это можно назвать бланком от комеля и до вершинки. На бланк устанавливается фурнитура – это ручка, катушка-держатель и пропускные кольца. Комель – это нижняя часть, вот комлевая часть, средняя часть и вершинка. Ну, собственно, это основные части, из которых состоит удилище. И вот это все, конечно же, оно бывает абсолютно разным. Примерно понятно, да? Еще вопросы? Немного ранее довелось пообщаться с Петром Васильевичем и… Снимай, сейчас можно пообщаться. Личному решению он полностью перешел на мультипликаторные катушки. Хотелось бы узнать твое личное мнение, их коренную разницу и что в дальнейшем желательно выбрать остальным. Стоит ли даже для меня себе, хочу ответить, стоит ли перейти на мультипликационную катушку. В чем их плюсы и минусы? Начну, наверное, с конца. Переходить нужно на зеленый. А вот касательно мультипликаторов, ключевая фраза – Петр Васильевич перешел на них по личной инициативе. Абсолютно. Да, это самое главное. С точки зрения практического смысла, я вообще на все смотрю как практик, потому что мне в первую очередь интересно прийти на водоем и поймать рыбу. Поймать рыбу нужно эффективно, с минимальным затратом времени на то, чтобы у вас произошла поклевка и эффективное вываживание. Соответственно, переходить только на мультипликаторы, равно как и ловить только безнерционками, для того, чтобы быть разносторонним спиннингистом, так не получится. Потому что каждой снасти свои условия, именно в своих условиях нужно применять ту или иную. Я знаю, что Петр Васильевич любитель ультралайтовых мультипликаторов, головников половить, форелек, я не занимаюсь этим, потому что у меня есть снасти, которые можно использовать более эффективно, скажем, на наших горных речках, при забросе, особенно по дальней береге, я не представляю, как можно 4 грамма с мультипликатора забросить на расстояние 35-40 метров. Это будет очень сложно, будет сложно, и с такой же эффективностью, как и с безнерционкой, фактически не получится. Простой пример – ловля форели на горной речке. Вы находитесь в каком-нибудь довольно широком месте, где под тем берегом приямок перспективный, и у вас расстояние проводки 2,5-3 метра, а все остальные 40 метров нужно приманку через течение выматывать. С безнерционкой я гораздо быстрее и эффективнее это место обловлю, чем пока буду прицеливаться, забрасывать с мультипликатора. То есть, этот момент здесь, конечно же, однозначно за безнерционкой. Но есть ряд условий, когда безнерционка просто в пух и прах проигрывает мультипликатором. Например, рельефная ловля. Уровень чувствительности безнерционки и мультипликатора в корне отличается. Особенно в сложных погодных условиях, когда поднимается ветер, волнение. Простой пример, вот я уже описывал подобную ситуацию, джиговая рыбалка, например. Вы знаете какой-то участок водоема, образно возьмем река Кубань. Вы выплываете или выходите на участок, где обычно ловите 12 граммами. Поднимается боковой ветер, вы начинаете эти 12 граммов забрасывать. Они у вас улетают, во-первых, гораздо ближе, а во-вторых, прочувствовать проводку не получается, потому что сама по себе конструкция и удилища, и катушки, она не позволяет этого сделать в полной мере. Для того, чтобы было более понятно, я, наверное, возьму и поставлю сюда катушку. Вот посмотрите, какая конструкция катушки, какая конструкция пропускных колец удилища. Принципиальное различие – это то, что здесь шпуля находится в стационарном положении, а вокруг шпули вращается ротор, и кольца находятся на определенном расстоянии от бланка. Это все уже само по себе конструктивно очень сильно скрадывает общий уровень чувствительности снасти. Поднимается боковой ветер, у вас появляются дуги шнура и вы уже эти 12 граммов не чувствуете. Выход есть – поставить 18, 20, 22, то есть увеличивать вес приманки до того момента, когда вы более или менее начнете чувствовать, что происходит с вашей приманки. Но здесь включается обратная сторона, значительно увеличенная скорость проводки. И не всегда это нравится рыбе, далеко не всегда. А вот если вы возьмете мультипликатор, с собой я, к сожалению, не взял бланка бэдкастингового, ну да ладно, образно объясню. Смотрите, здесь конструкция самой катушки. Вращается никакой не ротор, а сама шпуля подвергается вращению. Это уже существенное сокращение пути шнура до вашего пальца, до руки. И еще здесь очень важный момент – это максимальное приближение шнура к бланку. Колечки на бэдкастинговых удилищах, они коротенькие, максимально прилегают к бланку. И вот эта конфигурация, она уже сама по себе подразумевает увеличение чувствительности, причем существенное увеличение. Вы выходите на это самое место, где всегда ловите 12 граммами, ставите свои же 12 граммов, забрасываете на бровку и чувствуете, конечно же, не так, как в предштиливых условиях, но практически все, что происходит с вашей приманкой. Правильно чувствуете проводку, падение приманки на дно, все это передается даже в сложных погодных условиях. И здесь, в контактной ловле, очень существенное в этом плане преимущество. Но если сравнить при прочих равных в стилевых погодных условиях ловлю мультипликатором или безнерционкой на одном и том же месте, скажем, вы в стилевых погодных условиях получите примерно одинаковый набор ощущений. Но как только погода портится, у мультипликатора существенное преимущество. Примерно так. А вот касательно перехода только на мультипликаторы, здесь я этого дела не советую, потому что снасть довольно-таки специфическая, с точки зрения практического смысла не имеет. Все равно нужно иметь хорошие комплекты безнерционок. Я, например, когда выступаю на соревнованиях, у меня всегда комплекты и бэткастинговые, и спиннинговые, и использую их адрес на там, где это необходимо. И еще один момент, когда выигрывает мультипликатор, это, конечно же, увеличение весов. Все, что касается свыше 30 граммов, я уже довольно-таки давно использую только мультипликаторы, потому что за счет своей конструктивной особенности и расположения главной пары шестерней, эти катушки имеют несопоставимо более существенный ресурс износа относительно любых безнерционок. И при использовании там, скажем, 40-50 граммов безнерционка даже топового уровня может прожить у вас 3-4 сезона, а мультипликатор будет жить, жить, жить и жить, и сноса ему не будет. Вот Алексей Ивашков не даст соврать, у него стис 2007 года он у тебя года, да, стис 2007 года подал первые признаки, что он при смерти, наверное, году в 14-м, и вот по сей день умирает, умирает и умереть не может. Хотелось бы узнать, какой лично вы предпочитаете бланк для рыбалки джигом на больших глубинах, где сильное тонное течение? Я, во-первых, этой рыбалкой не часто занимаюсь, поэтому не считаю необходимым иметь большое количество удилищ именно для конкретных этих условий, но у меня есть несколько таких бланков. Вот, например, я сейчас с собой не взял, но позавчера буквально обзавелся новым удилищем, это удилище GAT Harrier, недорогое, в длине 8 футов и с тестом до 60 граммов. Но у меня есть еще более мощное, это такое удилище с названием Hyuga Megabass, с тестом до 79 граммов, туда я ставлю обязательно мультипликатор, потому что веса большие, и вот им я работаю там с очень хорошей эффективностью. КОНЕЦ Какого Экай